Как вести себя в случае экстренной ситуации на границе? Тема в последнее время, к сожалению, наиболее актуальна. Привет! Меня зовут Валдис, и это цикл видеороликов правозащитной организации Human Constanta, посвященных защите прав иностранных граждан и гражданок, находящихся в Беларуси или следующих транзитом через Беларусь. Если вы смотрите этот ролик, видимо, вам нужна консультация. Или вы оказались в тяжелой ситуации, или есть риск в ней оказаться. Мы решили помочь вам. Сегодня я расскажу вам о том, как вести себя на границе в случае экстренной ситуации. Итак, что необходимо знать? В первую очередь, обращение за статусом беженца – это право любого человека, находящегося в опасности, предусмотренное международными и национальными нормами. Однако в попытках получить защиту в Польше, Литве и Латвии, беженцы вынуждены проводить недели в белорусских лесах, подвергая свою жизнь дополнительной опасности. Поэтому, прежде чем вы отправитесь на очередную попытку, убедитесь, что у вас в наличии есть минимальный список вещей, необходимых для выживания. Теплая одежда, куртка, головной убор, носки, термобельон, непромокаемая обувь, документы, паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и так далее, которые помогут доказать вашу личность и историю. Набор продуктов, наполненных углеводами – энергетические батончики, печенье, шоколад, орехи, сухофрукты и питьевая вода. Пауэрбэнк для вашего мобильного телефона. Некоторые предметы первой медицинской помощи. Бинт, жгут, пластырь, перекись водорода, антисептик. Очень важно, чтобы у вас был доступ к интернету. Наличие интернета позволит вам сообщить правозащитникам, родственникам о вашем местоположении. Если вы просите кого-либо о помощи и делитесь своей геолокацией, то вам необходимо как можно дольше оставаться на том месте, откуда вы послали сигнал. Это максимально облегчит процедуру вашего поиска. Нужно понимать, что специализированные государственные службы – милиция, скорая медицинская помощь – не смогут добраться до вас, если вы находитесь непосредственно в приграничной зоне. Если вы остро нуждаетесь в их помощи, то вам необходимо будет найти ближайший населенный пункт. Будет идеально, если у вас получится узнать его название, а также название улицы и номер дома, рядом с которым вы находитесь. Эта информация поможет сотрудникам данных служб максимально оперативно найти вас и оказать необходимую помощь. Вот номера телефонов специальных служб, позвонить на которые вы сможете с любого мобильного телефона любого оператора в Беларуси. Милиция – 1-0-2. Скорая медицинская помощь – 1-0-3. Единый номер оперативных служб – 1-1-2. Единственная организация в Беларуси, которая имеет доступ к приграничной территории – это пограничный комитет. В случае, если вы встретите пограничников, постарайтесь объяснить им, что вы нуждаетесь в помощи, вы голодны, вас мучает жажда, вы хотите вернуться в город. Вы можете заранее перевести на русский язык и сохранить на вашем телефоне некоторые фразы, описывающие ваши нужды, чтобы более точно донести до пограничников ваш запрос. Если же вы не встретите пограничников непосредственно в лесу, то вы можете обратиться за помощью на горячую линию пограничного комитета в Беларуси по телефону. Плюс 375-17-329-18-98. В случае, если у вас не получилось самостоятельно разрешить экстренную ситуацию на границе в Беларуси, вы можете обратиться в общественную приемную организации Human Constanta. В Литве вы можете обратиться к Сиенас Группе. Горячая линия работает круглосуточно и без выходных по WhatsApp. Вы также можете связаться через Facebook, Instagram и по электронной почте. Сиенас Группе – это независимые неправительственные организации, оказывающие непосредственную гуманитарную помощь людям на территории Литвы. Они помогают с едой и водой, комплектами припасами для выживания в лесу, одеждой и обувью, медицинской помощью и лекарствами. Волонтеры и волонтерки уже оказали непосредственную гуманитарную помощь более чем 170 людям в лесах Литвы, а также помогли многочисленным просителям убежища в литовских центрах содержания под стражей. В Польше вы можете обратиться к Группе Граница. Это гуманитарная организация, которая предоставляет гуманитарную помощь, еду, одежду, пауэрбанки. Могут помочь с юридическими и медицинскими чрезвычайными ситуациями. Могут помочь только в Польше. С транспортом не помогают. Вся помощь бесплатна. Вам не нужно ни за что платить, ни нам, ни кому-либо еще. Если вы знаете других людей, которым нужна помощь в Польше, вы можете поделиться этим номером. Или вы можете обратиться в организацию «Оцеление». Они помогают с едой и водой, комплектами и припасами для выживания в лесу, одеждой и обувью, медицинской помощью и лекарствами. Они не помогают с транспортом и проживанием. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в нашу юридическую приемную по электронной почте или по телефону. Более детально с информацией о регистрации иностранных граждан и гражданах в Республике Беларусь вы можете ознакомиться на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok